Дорогие друзья! Дорогие друзья! Он переехал в нашу столицу. Любитель гор, вчера в узбек, поэт и эмигрант, а нынче русский человек покажет свой талант. За понаехавших таких я поднял две руки. Сережа, прочитай нам стих. На стульчик встать и жгить. Сергей Серов. Добрый вечер. Отставить смех. Серьезная поэзия. Поскольку Новый год уже скоро вот-вот наступит, поэтому открытие... Открытое письмо Санта-Клаусу называется стихотворение. Яростный противник пошлых кляус настрочу в открытую донос. Здравствуйте, товарищ Санта-Клаус, европейский Дедушка Мороз. За окном метелит злая вьюга, зававило снегом все село. И мое послание до устюга, вероятно, просто не дошло. Я просил-то в принципе немного, только жду уже, который год, проложить до города дорогу, чтобы смог проехать вездеход. Сорок верст достаточно далеко до ближайшей газовой трубы. Нету электрического тока, только вон отдельные столбы. В магазинах пусто на прилавках, оттого и голодно зело. Но летом приезжала автолавка, привезла кувалду и весло. Со времен диктатора Батисты, что творил ужасные дела, нас не посещают и туристы, брут, не доезжая до села. Сами мы невиданной сноровки в плане недовыпаса коров. Только вот в загранкомандировки ездим до соседних худоров. Несмотря на эти катаклизмы, все полнее наши закрома. Каждый поголовно от отчизны, без мозгов, простите, без ума. Потому расхлябанность и хаос никому не ставится в вину. Дорогой товарищ Санта-Клаус, подари мне новую страну. Это для тебя называется стихотворение, оно одно из моих самых любимых. Для тебя, моя родная, я на все готов. Хочешь, я насочиняю тысячу стихов. Мир под радугу раскрашу, сам помою пол. Отыщу святую чашу, победю в футбол. Уничтожу Мону Лизу, лезвием ножа. Отменю всемирный кризис, сяду на ежа. С неба звездочку достану, выпью цианит. Я таким прилежным стану, что тебя стошнит. Сильным буду, словно Тайсон. Выучу ушу. Только ты не возвращайся, я тебя прошу. Вот, начинаются вот новогодние праздники, скоро у всех будут корпоративы, так, с пятнадцатых чисел где-то. Это стихотворение не очень новое, я бы даже сказал, очень старое. Вот, оно называется «Новогодний корпоратив». Каждый год одно и то же. Опостыливший кабак, те же речи, те же рожи, брюки, галстук и биджак. Примитивные шарады, плохо взбитое суфле. Шеф, танцующий ламбаду, секретарший на столе. Неуклюжие попытки вдоль карьеры на коне. Изобилие напитков компенсирует вполне. Неизменные кальфуем, с миллионом, с миллионом алых роз. Флирт посредством поцелуя, обязательно в засос. В шпротах пепел и огурки, декламация на бис. Приставание к снегурке и намеки на стриптиз. Пьяный ватс в четыре шага, под гармошки на меха. Обсуждение леди Гага и реформы ЖКХ. Ощущение порделя, доброй воли, супротив. Новогодняя неделя, рядовой корпоратив. Теперь такое весеннелетнее. Это стихотворение тоже старенькое, оно называется «По старанием». Чуть издали кукушка и зеленью лужок. Куда спешишь, пастушка? Кому несешь горшок? С травы сбивая росы, далекой держишь путь. Колышет ветер косый и обнажает грудь. Глаза застила светом, блаженство пелена. И талия при этом, и бедра, и спина. Смутясь, одернет платье неловкая рука. Несу горшочек, тяти, парного молока. Отсюда путь короче, где парская земля. Отец с утра до ночи возделывал поля. Пускай еще не лето, но в принципе тепло. Взгляни-ка на эстета, когда не западло. Пусть вспыхнут перестою и прогорят до тла Моральные устои российского села. Тоскливо с позаранку держать в узде коня. Отдайся мне, селянка, утешь с собой меня. Ах, сударь, что вы, что вы? Да как же я могу? Ведь я же не корова, вот так вот на лугу. И как же вам не стыдно? Видать, попутал бес. Нас отовсюду видно. Пошли хотя бы в лес. И мы помчались в чащу под шепот облаков. На солнышке палящим скисало молоко. Божественно красивым был тел сплетенных пир. Примерно так в России придумали кефир. Это тоже серьезное такое. Новый год по старинке называется. Семейный праздник, поэтому такое. Отметим праздник по старинке. Пускай затраты велики. Подарки куплены на рынке и расфасованы в мешки. Готовая елка к облачению в блестящий праздничный наряд. Герлянки, тусклое свечение. Салатов, стройный цветоряд. По три недешевенькой гитары в сопровождении трубы. Кого поздравят с легким паром. Кого с иронией судьбы. Блюдя торжественность момента и новогодний протокол. Услышим звук из президента. И с чистой совестью за стол. Где звон бокалов с полусладким. Из года в год, десятки лет. Тебе шампунь и шоколадка. Мне шоколадка и жилет. Перенасытившись весельем. И сбросив шелк своих одежд. Я поведу тебя к постели. В плену несбыточных надежд. И прозвучат, как подзатыльник, сакраментальные слова. Поставь салаты в холодильник. Прости, устала голова. Гневно, облучительно. Это сотворение очень нравится моей жене. Потому что она все время почему-то говорит, что я его про сына сочинил. Так оно и есть, в принципе. Не то, что нынешнее племя без идеалов и святых Нам комсомолили на теле и пионерили под дых. Мы собирали помидоры, картошку, хлопок, чайный лист. На выстрел крейсера Аврора молился каждый атеист. Учились мужеству, отваге, бескрайней родины сыны. И были мы не на бумаге, почти этнически равны. А у детей из жопы руки и почерк мелкий и кривой. Сидят ночами на фейсбуке, забыли думать головой. Задашь вопрос и тут же гугл. Всезнайство, кладезь и кремень. Запауденил старый угол, пылится кожаный ремень. Едва ли я сгущаю краски и в гневе я не одинок. Прошу простить. Зависла Аська. Одну минуточку. Сынок. Стихотворение мне тоже нравится. Вот я его не почитаю. Хотя многие мне нравятся почему-то. Оно называется «Все при делах». На тракторе пашет колхозник суровый. Пожарный огонь заливает водой. Доярка за вымя тягает корову. Чем дольше тягает, тем выше надой. Учитель всю ночь проверяет тетрадки. Траншелью копает мужик земляков. Турист разжигает костюмы палатки. Старушка на даче сажает укроп. Следит орнитолог за птичьей стаей. Сантехник меняет сломавшийся душ. Найти бы кого-то, кто пересчитает количество мной околоченных крош. Есть у меня еще? Есть у меня еще время, да, пока немножечко? Букет. Это коню Святого Валентина. На день Святого Валентина я подарю тебе цветы. Пахал неделю, как скотина, чтобы порадовалась ты. Что это, подождите, кто-то мне тут подредактировал. Пускай они согреют руку, душевным хоку отбасет. По 10 долларов за штуку я воплотил за все про все. Хоть сам букет немного весит, прижав его к своей груди, помножь. Количество на 10. И на руби переведи. Решив несложную задачу к исходу завтрашнего дня, поймешь сама, как много значишь ты в этой жизни для меня. Вот следующая, она немножко хулиганская, она тоже посвящена Дню Святого Валентина. Сегодня день Святого Валентина, подарка нет. Сослаться на склероз, на пару дней скукованная мина, ведро соплей и два горючих слез. Горящий план, рутина одолела, ремонт, планерка, шесть рабочих дней. Купить конфет – копеечное дело, вот не забыть оно куда сложнее. Как оправдать забывчивость такую и обойти судьбы круговорот? Приму-ка душ, а там и обмозгую, а у седея в голову придет. Шумит вода, скользит кусочек мыла, мочалка трет, а пена щиплет глаз. Ведь она ни разу не забыла, я сплоховал уже в который раз. Закончив мыть лицо и причиндала, подтянут свеж, как ландыш от росы, Явил себя, в дверях жена стояла, а я как раз желал найти трусы. Моя краса супругу ослепила, еще бы нет, краса, да будь здоров. Ты не забыл, родной, как это мило, но дальше все практически без слов. Я дам совет по-дружески бесплатно, и воцарятся радость и покой, Чтоб избежать в супружестве разлада. Всегда красу держите под рукой. Это не совсем стихотворение, это песенка, но она как будто спеть-то я не умею, Поэтому я прочитаю, как стихотворение называется, китайский Новый год. Год кошки ли, год мышки ли, вдруг лошадь или конь, Такого мы не слышали в России из по конь. У нас животных водится, голов по более ста, У них там безработица, а значит нищета. Устроен по конфуцию их кодекс правовой, А сами в проституции погрязли с головой. У них там уголовники, то яйца пруд, то янь. Подкуплены чиновники, народ сплошная пьянь. Еще у них инфляция и цены на жилье. Не должен нам равняться-то на ихнее зверье. У нас свои условия, особый русский дух. У всех одноголовые, у нас не меньше двух. Забыли, видно, сволочи имперского орла. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Я, наверное, буду заканчиваться. Хорошо уже, да, или как? Начинать? Ну, блин. Ну, хорошо. Покатите. Поезд на Миннесоту. Стихотворение дурацкое абсолютно. Что в Кагалым, что в Миннесоту, Париж, Шанхай, Караганда, Перемещению в самолетах предпочитаю поезда. Под ступ колес, сравнимый с песней, И под принятие на грудь, в купе гораздо интересней, Хотя и медленнее чуть. В тиши вагона ресторана, на ноль умножив массу тел, Лечит последствия нерваны, для того, кто не понял, а похмел. Глядеть в потребанные лица, играть на спички в дурака, Извать все время проводницу в тупом желании кипятка, На откидном в проходе стуле, где рукоять, По низ гордин, зажать соседку, На охуле, когда тем более один. А у нее и муж, и чадо, и ненавистная свекровь, Забыты все, поскольку надо, поскольку чувство, и любовь. И неминуема разлука, что оба знаем наперед, Любовь она такая штука, особо ежели припрет. Под скрип рессор, глухие стоны, немногосложные слова, Такое может быть в вагонах, в самолете хренов с два. В окошке, в окне равнины и болота, чужие глаза у города, Однако жаль, что в Миннесоту у нас не ходят поезда. Теперь я точно буду заканчивать. Подошло сотворение, которое мне как раз хотел закончить. Спасибо, что время дали. Только не видно ничего. Посвящение подъемному крану, я бы сказал, кода. На стройках текущего века, практически в каждой из стран, Работает друг человека, подъемный строительный кран. Он пашет с утра и до ночи, вздымая бетонную кладь. Физически слабый рабочий не в силах такое поднять. Натянутый в струнку канаты под мощью стального крюка, Рабочий конючит зарплату, а кран не конючил пока. Задаром железный потрачит, катается взад и вперед. С рабочим немного иначе, он курит, а главное пьет. На смену заправленный пивом, с утра перегаром дыша, Тем самым струю негатива вливает в процесс монтажа. До сих не замечено в кране, что тот обращался к друзьям При помощи матерной брани и тяги к кулачным боям. Нелепо, загадочно, странно, откуда из стельства его Лежился он матери рано, не помнит отца своего. Суровый юдорик избранник он с детства стремился к труду, Когда еще маленький краник из кубиков клал ерунду, И выросший мальчик Сережа, рифмуя глаголы в тетрадь, Такого порой наложит, что стыдно ей Богу читать. Спасибо большое. Знаете, мы недавно записались на телевизионной программе Сток одному Угуревича на российской. Наша команда называлась «Веселые поэты». И как раз вот пять человек все участвовали сегодня с концерта. Противниками нашими были поющие актеры, Те, кто поют в мюзикле «Снегурочка», «Чикаго». Сразу скажут, что мы победили. Нас пока не показывали, если увидите, то вот вам привет от нас. И большую лепту в победу нашу внесла замечательная поэтесса, Украшение нашего сегодня вечера. Книжка ее «Стихийные бедствия» помогут выйти из зимней депрессии. Татьяна Кормилицына. Пойдемте. Так, хорошо? Продолжим новогоднюю тему, которую уже активно развивали. Дело в том, что год назад увидела на своем подъезде нужное объявление. Трезвый, добрый Дедушка Мороз поздравит ваших детишек с Новым годом. Звоните, соответственно, на телефончик. Мне сразу вспомнились строки нашего, моего товарища Пуперу, который следом за мной будет выступать, в роде Гаврикова, который написал так. Раскрывать житейские обманы дети умудряются все чаще. Дед Мороз пришел, не в стельку пьяный. Дети сразу в крик «Ненастоящий!» Вот такое объявление о трезвом Дедушке Морозе и такой эпиграф к моему следующему стихотворению породили, собственно, такой звонок трезвому Деду Морозу. Здравствуй, трезвый Дедушка Мороз! Как же это? Перед Новым годом сразу мой сочувственный вопрос. Язва, что ли? Или ты под кодом? Как не пьющий, что ли? Никак, нигде, даже и шампанского ни разу. Вот же ты страдалец в бороде. Не иначе это все от сглазу. Как же ты, детишек, веселить будешь трезвый и совсем замерзший? Разве что под кореш конопли? Да шучу я, что ты? Нос наморщил. Я тебе болезненно и скажу вещь одну полезную такую. К детям книг нельзя без куражу. Дети сразу фальш любую чуют. Вот опять ты про репертуар, про образование культурга. Тут же ж надо не за гонорар, а чтоб дети прыгали в восторгах. Тут чуть-чуть эмоций не дожал, и мальчонка говорит, не верю. Все, разрушил светлый идеал, место разрушителя за дверью. В принципе, народ у нас не злой. Может, даже кто-то и заплатит. Но за стол тебя сажать с собой, это не в одной приличной хате. Я тебе про что толкую тут? Ведь у нас кому не наливали, закусить вот точно не дадут. Зря продукт расходовать едва ли. Я же тебе всю правду без шуршу, может, тебе и лишнего немного. К детям-то я лучше приглашу, как обычно, дворника Серегу. Дед Мороз, Сереги, не вопрос. Он такой талантливый, паскуда. Борода, тулуп, покровый нос. А ты хнет, любой поверит в чудо. До свидания, трезвый Дед Мороз. Я тебя заказывать не буду. Ну и раз уж я сегодня вот так вот получила, что одна представительница своего пола, буду все остальное чисто женское читать. Разное, но женское. Про меня говорят, что я пишу эротические стихи, если я вам только прочитаю свое самое эротическое стихотворение, которое на самом деле не эротическое. Называется толкование снов. Мне снилось извержение вулкана, сметающий преградный мощный сель, мустанг горячей рвучейся сарканы, огромный кит, пускающий фонтаны и поезд, устремившийся в тоннель. А на просторах сумрачной пустыни столбом, взметая вверх сухой песок, носился смерч, и рушились твердыни. Кинжал вонзался в мякоть нежной дыни, стекал на блюдо золотистый сок, а над цветами тучи велись осы. Рубил с размаху дерево топор, качали нефть, могучие насосы, с натугой ледокол пронзал торосы, ритмично свои забивал копер. Вокруг меня вздымались колокольни, лоснились полусферы куполов, и падал груз на дно глубокой штольни. И Зигмунд Фрейд краснел, как юный школьник, вникая в смысл моих вчерашних снов, вы тоже покраснели, без сомнения. Однако здесь подтекст совсем иной. Включает нестандартное видение, включённое рано утром в воскресенье в соседский перфоратор за стеной. А спасение от этих всяких разных бедствий, что нас спасает, как Достоевский сказал? Спасёт нас всех что? Красота. Спасительная красота, как называется следующее стихотворение. Я красотой своей, то и дело, спасаю этот мир от разных бедств. А как-то раз с прической не успела, и тут же начался парад планет. Ну, вышла из подъезда без укладки, в надежде, что и не поймёт никто. А вот падишь. В Париже беспорядки, студенты жгут на улицах авто. Казалось бы, отсутствие пробора. Последствия, однако, велики. Повсюду регистрируют приборы от сильнейшей подземной толчки. Из берегов своих выходят реки, пожирает саранча. Суют, куда попало, руки греки, раки их кусают сгоряча. Весь мир подумал на индейцев майя и без понтовости их календаря. Я же в зеркало смотрю и понимаю, что краснокожих обижают зря. Ещё б метеоритом не валиться, когда башка похожа на копну. Скорей в салон к знакомым истериться. Кричу, судьба планеты на кону. Какая запись? Время поджимает. Покрасит, просушитель, бегудит. И ты мне тоже, брандейцев майя. Вот сделаешь укладку, поглядим. Каких-то три часа. Другое дело. Шарма, мопаты, полный блан-монжи. Недаром парикматишь по телу. В мозгу звонков тревожных нет уже. Я выхожу с прической на свободу, а там уже повсюду благодать. Братаются небратские народы. И тут же баррикады разбирать. Щепечут пташки, небо голубое, магнитной активностью леглась. Безаварийно сел на землю Боинг. А я летел без одного крыла. Стабильность, дружба и бессмы мучу. И прочих аргументов. Миллион за то, что вместо, чтобы отчеты мучить, я посетила красоты салон. Нет денег рабочих. Я не прогуляла. И вовсе не забросила дела. Я выезжала срочно по сигналу. Спасала мир. Не видите? Спасла. Вот то-то. А появятся вопросы. Зовите, все решим без суеты. Лишь будет своевременно причёсан ваш скромный гений чистой красоты. А вот велической героине следующего стихотворения повезло в жизни как-то меньше. Настроение совсем другое. Стихотворение называется «Сволочь». Обольщал планомерно надеждами, обещаниями и иллюзиями, территориями незалежными, многозвёздочными олог-люзиями. Впечатлял на таймере офшорами и швейцарскими аккредитивами, многочисленными кредиторами и невиданными перспективами, щеголял эксклюзивными знаниями, структурировал карму и ауру, обволакивал иносказаниями, и цитатами из Шопенгауэра, философствовал, суеветийствовал, констатировал и оппонировал. Подливал мне бордовского из-под воли, а себе-то всё больше не мирова. Ожидала какого-то хрена я, что вот-вот и случится интимное, на моё всё, что есть, суверенное, посягательство нелегитимное. Но на пятом часу издевательства я в конце-то концов не железный. Ставши жертвой его надувательства, засветив ему в морду помпезную, я ушла, не дослушавши баханно, не доев фуа-граб подогретого, ни полразу за вечер не трахано. Ну, не сволочь ли он после этого? Ну, на самом деле, обо всём-то можно чуть покороче, хотя в той же тональности называется и только. Привяжу за рога верёвкой, да бубенчик тебе на шею. Хватит блеять, что, мол, неловко. Что, ты снова про Москва швею? Может, спросишь ещё на Коле? Конституцию вспомнишь в сует? Ты же просто скотина, Коля. Видишь, снова с тобой психую не брыкайся, и так не сладко. А эмоции-то лишние сколько. Зря искал в тебе загадку. Так и знал. Козёл. И только. Ну, я в самом начале читала четверостиши о том, что мужчин я, на самом деле, очень люблю. Это так вот. Это такие лирические героини у меня такие. Не надо ровнять всё с автором. Несколько одностиши, примерно на ту же тему, от Падам Вишневской. Да, он кобельный, нос длинный родословный. Каким ты был, каким ты только не был. Выходит, зря я надевала стринги. Я не смогу отдаться без последствий. Ты понял всё, но, как всегда, не так. Простил меня подряд четыре раза. В кустах мы сможем даже без рояля. Мужчина, вы свободны, одевайтесь. Пойдя налево, оказался прав. Папа, ты снова мне приснился, не по пройду. Куда же ты? Пошёл предохраняться. А я вернусь, ты даже не надейся. Он так меня любил, пришлось проснуться. И в завершение жестокий романс. Ах, месье. Ах, месье, вы мазутом заляпали ватник. И к тому же ненароком вступили в навоз. И поэтому вас не могу целовать. Я, как бывало, безудержно страстно в засос. Ах, месье, вы соляркой забрызгали чуни. И к тому же позабыли портянки сменить. Потому с сеновала смотреть на луние. Вы, похоже, отправитесь нынче одни. Ах, месье, ваша речь перегружена матом. И к тому же язык заплетается ваш, потому остаётся, увы, непонятным для меня вашей мысли изящный вираж. Ах, месье, отложите, пожалуйста, вилы. Ни к чему так ужасно очами вращать, охотнуть. Как могла я назвать вас дебилом? Что имели в виду вы воскликнувши? Ах, месье, сколько в вас необузданной страсти! Но когда вас в уазик пытались впихнуть, Несогласие с моим представителем власти вам высказывать стоило мягче чуть-чуть. Ах, месье, от меня вы теперь так далече. Остаюсь безутешно в родимом краю. Перед вашим портретом затеплила свечи. Гематома лечу и романсы пою. Мужчина, вы чего какой настойчивый? От вас одно сплошное беспокойство. Ну, лет в мартини на двоих прикончены. Так это разве повод для знакомства? С чем тут эмоциями-то буйствовать всего-то пара-тройка прудершавтов, а вы же с космическими чувствами? Да не похожи, вы на космонавт. По вашим брюкам гладила в промежности. Я оттирала майонезы кляксы. Ах, допустила пару лишних нежностей. И что теперь? Бегом бежать до ЗАГСа? Да может, это просто для прикола я силком вас привезла к себе на дачу. И то, что я лежу тут с вами, голая, вот ровным счетом, ничего не замечу. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было в Одессе, как и обычное море, где гражданство нерешенное, и водительских прав. Не вдаваясь деталей, с судьбой не споря, прожигая наследство, жил потомственный граф. Граф являлся под утро первозданно лиловый, весь в объедках салатов, как в мотивах сонат. И графиня лупила его скалкою новой, и в эпитетах стильных все срывалось на мат. Граф склонялся над чашей, имел пакдон унитаза, изливал свои чувства под журчание вод. И графиня дерзала его криком, зараза, тунеядец, пропойца, кровососа, бармонт. Спотыкаясь попутно раз пятнадцать, не более, не внимая графиня, шел на кухню наш граф. И гармонию с жизнью обретал он в рассоле из-под каприцов нежных, литра два гусосал. А к обеду проспавшись, но ушел куролесец, где-то пил, дебуширил, отвечал за козла. Это было у моря, на Тувальна в Одессе. Извини, северян, это я не созна. Ну, сейчас на сцену выйдет Аксакал, юмористическая поэзия. Он, знаете, постоянно сметает со всех литературных юмористических конкурсов все лауреатские звания. Нам буквально ничего не оставляет. Вот такой вот человек, нехороший. Владимир Гавриков или Володя Гавриков из Москвы. Лауреат, в этом году юрша взял, и лауреат еще и медицинский поэзий «В горник стола». Ну, конечно, если я чертова дюжина, общество веселых поэтов и мой друг. 3-го числа, когда я поднялся на сцену, все уже ржали, поэтому я галстук-то одел. Думаю, если ржали тогда, то сейчас тоже должно быть. Вот. Думаю, вы меня не подведете, потому что вот при выступлениях наших одна из главных задач выступающего – это чтобы самому не засмеяться раньше, чем засмеется кто-нибудь из зала. Галстук – стержень силуэта. У нормальных мужиков он обязан бить по цвету хоть с одним из двух носков. Бум – пиратство принял к сердцу близко. А поскольку с техникой знаком, взял с получки тысячу левых дисков и забил их нафиг молотком. Мне не жали страченные зарплаты от родных и близких втихаря, но я ясно дал понять пиратам, с кем они связались и что зря. Наконец-то перо приравняли к штыку. Все, кто пишет, как будто лишились оков. А пернатых реформа повергла в тоску. А куда полетишь с полной попой штыком? Я прошу у вас самую малость, а приму, как великую честь, гуженинки у вас не осталось? Мне тут не с чем горчицу доесть. Я от любопытства умираю, слушая Митяева в ночи. Снятся ли кошмары самураям, если в доме не наточены мечи? Иены миллиардами теряем. Нафига он нам такой прогресс? В эту ночь решили самураи перейти в Билайн из МТС. Люди, как доски в паркете притертые, вряд ли протиснется нож, нервы на взводе. Набухли аорты, голову хрен повернешь. Ясно, что пройден рубеж невозврата, гаснет в сознании свет. Ты полагаешь, что дали зарплату? Это неверный ответ. Деньги давно в кулаке, не в кармане. Жуткое действие грядет. Десять секунд до открытия бани начат обратный отсчет. Мир задрожал, как в предсмертно-накстазе. Убраны пряди с олба. В бане без дырок. Один только тазик. Вот за него и борьба. Житомин, таможня. Еврея трясут. Трясут, как обычно, не строже. А город подумал. Учения идут. Раскаты уж больно похожи. И в Китае дождик изо льда. Значится, и там стемнеет скоро. Но у них не рвутся провода. Слишком часто вкопаны опоры. Отделочный кирпич, как символ века, определяет дома стиль и класс. Им можно так отделать человека, что не любая травма примет вас. Тут на дысь соседа грохнул Петю. Так менты замочили вопросом. Почему в охотничьем билете нет отметок об уплате взносов? Я им поясняю. Я ж прикладом. Ну тогда отметок и не надо. Ну, нам плейте с вашего разрешения. Добрые вести. Добрые вести не редкость на юге. В дружной бразильской семье карнавал. Петра за левые ходки супруги в голову долго и нудно стрелял. Славной пушкой считалась беретта. Кучность отменная. И вот тебе на. Шесть. Нет, почувствуйте. Шесть рикошетов. Вот вам неброская с виду страна. Алую кровью залито бунгала. Петра стучится башкою в порог. Вот чем чревата усталость металла. Если превышен хранение срока. Случай, конечно, достаточно скверный. Женщина плакала. Больно, наверное. Хлестким аукнулась в педре ударом. Тяга к дешевым китайским товарам. Женщину верную за три рубля сделать надумал Макаренко. Да. Женщина стала звездой у квартала. Снят про нее целый цикл передач. А вот беретта престиж потеряла. Редко берут. Да и то, как пугач. Я хоть и пришел в метро без цели. А не чтоб, как вздумал прокурор, забесплатно ночевать в тоннеле. Все снискал. И славу, и позор. Попирая правила и нормы, что солидным людям не к лицу, встал неравномерно вдоль платформы, сгрудился к переднему концу. Не имея письменного права, полупрестарелый обалдуй, сдвинул центр тяжести состава. Сдвинул так, что мама не горюет. Я им просто не оставил шанса, этим машинистам молодым. Весь состав в отсутствии баланса с рельсов вжик, как с белых яблок дым. Дальше поезд наш перекосило, хрустнуло, как в голени нога. Это все из-за таких дебилов, как и ваш покорнейший слуга. Дальше запись с камер показала всем, откуда роден мой успех. Хоть дебилов сгрудилось немало, я смотрелся креативней всех. Корчу, да, зато какие рожи. Это просто творческий запал. В объектив плевался, ну и что? Токон-то ни разу не попал. Дальше я привел свои отмазки. Мне взамен поставили на вид две, нет, три атаки газовых в Дамаске, два вулкана и метеорит. Дальше. Жесть вообще невыносима. Без высокопарных слов и фраз к делу приобщили Фукусиму, ураган Катюша, ой, ураган Катрина и Глонас. Дальше. Вдаль родной прокуратуре я за пол свидания с женой сам просил подъема реки в Амуре закрепить пожизненно за мной. Дальше на смех стряпчем и конвою веру в безнаказанность храня делу дали статус групповое. Группа, блин, из одного меня. Дальше все. Лишение свободы. Приговор, конечно, неактив. Прокурор просил четыре года. Адвокат добился десяти. Дальше отсидел. Покинул зону. Повзрослел. Почти. Почти на десять лет. И сегодня первого вагона для меня по умолчанию нет. Спасибо. Кремль сегодня в грусти и печали. Всюду беспредел и произвол, как в картине Репина. не ждали сундука на площадь. Сам пришел. Раньше головою думать надо, прежде чем наставить сундуков. Там, где Жуков принимал парады, Малиновский, Троцкий, Сердюков. Все они министры обороны честь и славы негасимый свет. Все могли бы сегодня дать Ветону симметричный, правильный ответ. Еврозелень, грязные пиастеры, ненужные народу моему. А на площади даже нет кадастров. Нет и все. А, кстати, почему? Я бы сдал кусок реки в аренду, плату взял за десять лет вперед. Вилами пускай рисуют бренды, на воде, пока не встанет лед. Лично я смотрю на все угрюмо. Ясно ведь, что в заданный момент не пройдут ракеты возле ГУМа. Главный нашей дружбы аргумент. Вы, кто ставит смайлики и лайки в сундуку, уймитесь, господа. Блин сыгрой, медведь и балалайки, суть форева, селич навсегда. Есть и те, кому хватило духу, я в виду имею хомячков, вот кому респект и уважуха, честь и бонус в тысячу очков. Да, Маккарт не зажигал у ГУМа, но так он не кто-нибудь, а сэр. Он давным-давно продумал Думу возвратиться в СССР. Редко, правда, были прецеденты. Только между нами, говоря, пол хоть пива жахнул с президентом, а уи побрезгал и зря. в СССР. Еще есть немножко, да, Росева? Давайте и проводим. Ракеты не уместятся, здесь мало места. Вже умеем. Давайте вернемся в обстановку пляжа Сочинского, где-нибудь в окрестностях. Дядя Женя. Утопление братских народов в жидких средах, таких как вода, Ставит тему спасения на водах в тройку первых везде и всегда. Дядя Женя спасатель со стажем. Груда мышц. Два кора дума. Он все лето от нашего пляжа отгоняет акул и шторма. Отсидел 10 лет в институте. Встал на трудный, но правильный путь. И спасает людей. А по сути он им просто мешает тонуть. Если он заступает на вахту, у пловцов пропадает кураж. Прекращаются бухты. Барахты. Дисциплина приходит на пляж. Даже море становится ровным. Не волнует, а радует взгляд. И нудисты ведут себя скромно. Загорают в трико. Не нудят. По округе легенды гуляют про него с незапамятных пор. Как он веслами больно спасает. А как тщательно точит вагор. Да любое подручное средство он использует как виртуоз. Сам же плавать не мог уже с детства. Утонуть для него не вопрос. А уж силище в теле упругано. В совокупности с доброй душой. Вот недавно спасательным кругом он корабль подбил небольшой. Ворю факет просил вспоможения капитан. И геройски тонул. Сам дурак поправлял его Женя. Что утерся в фастфуд для акул. Капитан начал медлить с ответом. Будто он из гренады хохол. Дядя Женя в обиде на это взял багры и на вахту ушел. Болк на сорок забил на работу. Заварил восхитительный чай. А корабль провел по учету. Утонувших вот так невзначай. Не доспас. Но фломастером красным написал надлежащий рапорт. Так акулы поели прекрасно. А шторма как два пальца об борт. Сгреб осколки кораблика в кучку. И задумался небеспотук. Что бухгалтер Петрович с получки снова вычтет за сломанный круг. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну наверное еще и с программного что-нибудь? Ракету. Ракету так ракету. Уговорили. Однажды, естественно, в зимнюю пору я из лесу брёвна ворую. Так вот, гляжу, поднимается медленно в гору довольно знакомый ракетный расчёт. Лошадок с полсотни уперлись с потугом. За каждую клячь и следит офицер. За запрятком бенирован в блистер и в цуган. Так раньше возили в стране МВР. Конечно, с санями подручней по снегу. Но что-то у них, как всегда, не старослось. И вместо саней получилась телега. Зато с капитальной нагрузкой на ось. Знать к запуску дела такая примета. Все фразы скупые, отборнейший мат. А как вы хотели? Ведь это ж ракета. Здоровая дура. Локтей в пятьдесят. Колонну венчают три старших при флаге. Их лица угрюмы, носы с синевой. Молчат и изрядно глотают из флаги. Похоже, что пуск предстоит боевой. А в пуске ведь думать особо не надо. И старший, коня тормозя за супонь, допил и нарушил движение отряда короткой армейской кричалкой. Огонь! И все. В соответствии с точным расчетом, что в классе проделано было не раз, в Тамбовском лесу закипела работа. Ведь старшего просьба она как приказ. Ведь армия это особая зона. Прикажут, люминью становится медь. Не важно, ракета или звезды из погонов, но что-то сегодня должно полететь. Звенят топоры, а движения людей соразмерены, ловки. Они лишь на вид никакая толпа. А глянь, как умело, они за бечевки красавицу вздыбить хотят на попа. Звенят топоры и промежности в мыле, и хворост, как этот, как хворост, хрустит. Дровами и матом ее обложили. Ракета, иначе же она не взлетит. Крепчает мороз, но и люди упрямо. Нашли в темноте подходящий момент. Отрыли в снегу оркестровую яму. Чтоб взрыв не погнул, дорогой инструмент. Минута молчания. Прощания с ракетой. Лапзание. Оценка грядущих утрат. Разлука не сахар, но фишка не в этом. А в том, чтобы она не вернулась. Костер разгорал. Канистра бензина дрова росила. Чудро барабанное. Тра-та-та-та. И старший воскрикнул со страшной силой. Ну, типа, конец, мужики. От винта. Костер разгорался. Ни валка, ни шатка. Сверхнуло. Запахло. Рвануло. И тьма. Когда ж заклубился рассветной площадкой, Увидели все, что ракеты нема. Ну, все. Берегитесь, народы Востока. Сказал, как отрезал седой зомболит При виде на елке программного блока. А также при мысли, чем это грозит. Тут надо пресечь, распускать кривотоки. Поскольку у нас не такая страна. Что блоки с программой висели на елке? Нет. Это не елка была, а сосна. А вечером, глядя по телеку сводку, Я видел, как мы одолели врага. Заснеженный в дрыск полуостров Чукотка На сопке бочонок со свежим. Ага. Тут наше изделие несется стримглава И прямо бочонку врезается в дно. Вот это ракета. Вот это держава. Повержен условный противник. Оно. На утро, главком отодвинув рутину, Приказ написал по вопросу наград. Троим генералам с загрункой на спину. Себе. И... Себе, чтоб заполнился ряд. Рукав приготовил в наш случай закуски, Налил и подумал. Ведь все молодцы. Почаще бы надо планировать пуски нам этих. Ну, как... Ракие! И залил подусты. Увидев, как сильно истерлись лампасы На новых штанах за четырнадцать лет, Разделся, добавил, Замкнулся на масту. Работы по горло, А времени нет. Все рады. Лишь только генштаб озабочил. Запросы, доклады, разборки кругом На тему, что пуск мог быть более точен. Неровно ракета покрылась врагом. Вчера в этом деле поставлена точка. Семь лет продолжался. Скандальный процесс. Виновника три. Асимметрия бочки, Сырые дрова И халтурный замес. Всем дали, конечно, предельные сроки. Неделю судья оглашал приговор И Запад вздохнул. У него на Востоке Теперь хоть и грозный, Но верный партнер. Спасибо. Наверное, дуэль еще может подойти. Если вы не против. Когда кого-то честь задета, Хотя бы косвенно была, Дворяне брали пистолеты И отвечали за козла. Они же телек не глядели, Но всякий был не без понтов. И повод драться на дуэли, В кого не брюнь, Всегда готов. Они сошлись, Как в небе тучи. Из любопытства пацаны Решили выяснить, Кто круче из них наделает штаны. Тот победил. А тот, кто жижей, Займется стиркой штанов И в знак снижения престижа Получит двадцать челбанов. Онегин целил, как попало, Даже зажмуриться забыл. Ба-бах! И Ленского не стало. А ведь каким он парнем был. Таким он смерть прикольно встретил. Упал, отжался, После сник. Он пулю даже не заметил. Вот как воспитан был мужик. А секундант, склоняясь над Вовой, Еще в надежде на Вось Воскрикнул Рана Пустякова. Дыра во лбу, Но не насквозь. С зеленкой, клизмой и ватой Он действовал, Володю, чтоб спасти. Он знал, что жизнь чревата, Но чтоб вот так вот пули в лоб не знал. Евгений же безвольно, Как чемодан стоял пустой, Он думал, выстрел холостой произошел. А нет, контрольный. Уже в готовности заплакать, Он передумал, Впал в озноб. Ну как же так, блин, Целил в мякоть ноги. Откуда взялся лоб? Пусть даже не убит, Контужен, А все же на сердце холодок. Сегодня к Вариным на ужин Володе Ленской не ездок. Рябчиков под пуш, Без Вовки, Евгений Витову в гробу. Ты, Татьяна, По головке не станет Гладить за пальбу. Вот вам помещище гримасы. По сути дела, Друг она Перепугать с таким запасом, Как бы сказал поэт Некрасов, Сапсан, увидев, Опа-на! Спасибо. Запомнили? Володя Гавриков из Москвы. Спасибо, Володя. Он по профессии военный, А по призванию поэт. И с музой в жизни нашей бренды У них примительный дуэт. Он обнимает страстно музу И соблазнит ее затем. А музе вовсе не во музу Подарит рифму, Но не всем, А лишь ему. Он ей словечко, А муза два ему в ответ. Вот так с бокалом, Да со свечкой Всю ночь болтают тет-а-тет, А утром на тебе поэма Или стихи, Или мадригал. Ко мне бы музу понял тему, Хоть раз в неделю отпускал. Михаил Калинкин, Лауреат Грушинского фестиваля. Спасибо. Ну, после таких выступлений, Конечно, нужно сломать гитару нафиг И пойти кушать снег, Потому что это гениально. Аплодисменты, ребята, Вот этим людям. Я, как тоже продолжатель военной тематики, Хочу приматываться к чужой славе, Дорогие друзья, Значит, 23 февраля мы с боевыми товарищами, Когда еще служили в российской армии, Приняли командирское решение Пойти ответить 23 февраля культурно. Не жрать водку на рабочем месте, Как обычно, под сухой паек. Вот. Предложение было сделано очень красиво. И пойдем в аудиторию. Пришли мы в эту аудиторию, Девятером. Я был в костюме полковника, При детали. Но мы на работе начали. И вот, ребята, Самое было классное в аудитории, Когда мы вместе со всей аудиторией, Там было человек 200 народу, Что это было 21 февраля, Мы стоя пели песню Три танкиста, Три веселого друга. И летели на земь самураи, Под напором стали огня, Пела стоя вся аудитория. Причем официанты, которые были таджики, Пели ее тоже с нами вместе. Эту песню. Вов, поэтому, конечно, Гениальные совершенно ваши вещи, Я просто вот начну свое выступление С такой общей... Я надеюсь, что вы подхватите, Там слова простые. На высоком берегу Амура Три китайца с куртками стоят, А на них глядит таможня хмуро, И суровых мыслей полон взгляд хором. А на них глядит таможня хмуро, И суровых мыслей полон взгляд. Под предлогом, что роса густая, И туман лежит на всех путях. Три китайца родом из Китая Переслить границ не платят, Но их бабка заложила сразу, Что ловила рыбку у реки. Ведь не заплатили ж ей заразы, Не китайцы прямо тюдаки. И пошел взметенный ввысь командой Батальон ударный броневой. Ему пенник дать у тюки, ладно, Но и здесь китайцы выдал сбой. Мчались танки, весело и юрко, Наступала грозная броня, И попали в плен китайцы в куртки, Тормоса и прочая фигня хурпэ. И попали в плен китайцы в куртки, Тормоса и прочая фигня. И заплатят песня в том поруха Батальону с бабкою с лихвой. Три китайца, три веселых друга, Ляо-лянь, юпэ, нихао, той, хлопай, тача. Три китайца, три веселых друга, Экипаж, Тойоты, боевой. Спасибо. Наш следующий концерт начался с поздравления советскому народу От имени нашего сплоченного коллектива. Дорогие друзья, продолжаем это самое поздравление. И хотим вас еще раз пожелать, вам только одного. Следующий концерт, который состоится, как скажет Владимир Давыдович, То ли в феврале, то ли в марте, но он обязательно состоится. Мы все были здесь, вместе с друзьями, чадами и домочадцами. Потому что то, что здесь происходит, дорогие друзья, Это настоящая наша с вами жизнь. И хотим вам пожелать хорошего настроения, терпения и оптимизма. Об этом, собственно, и поется в этой новогодней песенке. Время новогоднее, сладкое, пушистое, Счастье всенародное, бодрое, душистое, В Дед Мороза шапочках прыгаем и скачем. Зайчики и лапочки, и никак иначе. Зайчики и лапочки, и никак иначе. Ёлки разноцветные, весело мигают, Счастье беззаветное людям предлагают. Дорогие граждане, к нам уже идёт И приходит каждому этот Новый год. Дальше хлопаем, эх! Кот лошадки, умрёмся сладко. Кот лошадки, будет всё в порядке. Кот лошадки, радуйся страна. Кот лошадки, полнуют до дна. Кот лошадки, полнуют до дна. Он приходит каждому новогодней ночью И приносит каждому то, что каждый хочет. Полотенца банные и чулки для леди. Красный флаг Зюганову, а Путину медведя. Женихов всем девушкам, стареварам плавки, Бабушкам и дедушкам, пенсии прибавку. Верности традициям, воинам квартиры, Премию полиции, а всем людям мира. Премию полиции, а всем людям мира. Кот лошадки, улыбнёмся сладко. Кот лошадки, будет всё в порядке. Кот лошадки, радуйся страна. Кот лошадки, полнуют до дна. Кот лошадки, полнуют до дна. Горные лыжи Горные лыжи Горные лыжи Горные лыжи Горные лыжи Горные лыжи Вся вселенная озарена, и не вижу я уж ничего, и уже ничего я не слышу, и ни чайников нет, ни бугуров, лишь подъемник, да я, да она, мне в красивой коленке поджал, Дормознуть рядом феером санежины, как павлином спускает свой хвост, увидав там, чем вы-то вдали, и красиво открыл в палке в цене, насладиться бы голосом нежины, говорящим по счастью лишь мне, ну чё, больше места себе не нашли, а? А потом целый день обучаться, как вести параллельные лыжи, прикасаясь наград на стеблях, к ней ножкам дрожащей рукой, и за кружкой глинтвейна в кафе, из себя столько умного выжить, сколько за год не наговоришь, изучая истомат глубоко, Я шутил бы умной и астеро, словно целый отряд КВН, и красиво бы в цене танцевал, танцевал быстрых и медленных ряб, и вощелел настолько б себя, и уверенно, и вдохновенно, что достиг бы в конце-то концов, то, о чём не всегда говорят. Вверху облачков паутинка внизу, шум зелёной сасанной любовь, в горнолыжных ботинках под ласковый шелест весны, под бешеный шелест весны. Слишком сильно, наверное, мечтал я об этом небесном создании, и цепочку забыв отстегнуть, уж доехал до самых небес, и карначик в доступных словах. В башню воротил земное сознание, а когда в ней светел я орлом, милый образ со склоном исчез. А потом всё болела душа, а сахаром и щеканувшим в лету, вот друзья провожались всю ночь, и встречали потом. Хорошо. Вверху облачков паутинка внизу, шум зелёной сасанной любовь, в горнолыжных ботинках под ласковый шелест весны. Под ветреный шелест весны, под бешеный шелест весны. Без моторов, без щадящих каких-то приборов, а просто главное удержать равновесие, так же, как и везде в жизни. Мы подчиняемся иконе, держать пока их глаз не брызнет, то равновесие на склоне, то равновесие на жизни. Давай полетим Давай полетим Давай полетим Это небо сегодня Господь приготовил для нас. Сбив своими руками подушку вершинных снегов, и земля под названием Северный этот Кавказ, объяснит мне всю суть без пустых человеческих слов. Давай полетим Давай полетим Давай полетим Праворукая тачка раздолбанного бытия Там, где лево и право не сразу сумеешь найти Там, где лево и право не сразу сумеешь найти И блестящее прошлое слава, забытый маяк Мне бессильно желают удачи на этом пути Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него твоей тоске Слишком высоко А давай с тобою, друг Просто полетаем Прикоснувшись ко плосу небес Жесткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Ты ведь помнишь старик этот первый единственный раз Как запела, зажглась, заиграла под солнцем душа И обрывки селенивых этих единственных фраз Наконец перестали тебе своим светом мешать Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него твоей тоске Слишком высоко А давай с тобой, друг Просто полетаем Прикоснувшись ко плосу небес Жесткою щекой Терри 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 Полетим, давай полетим! Аплодисменты нарастают, дорогие друзья, это настоящий юмор, который живой, настоящая душа, то, что улыбается, дорогие друзья, вы знаете, да, главное качество России, это терпение и оптимизм. По поводу терпения у нас все нормально, а по поводу оптимизма вот он, живой, красивый, интеллигентный, тот, который нужен сейчас в наше безумное время, поэтому давайте вместе поем эту замечательную песню. Я не вижу ваших рук! Хлопаем! Я пою! Все включается! Вот идет по свету человек чудак, сам в себе печально улыбаясь, в голове него какой-нибудь пустяк, в сердце видно что-нибудь не так, приходит время. С юга птицы летают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердцевой дуло мне лечить, все равно сплошные перебои. Сколько головой на стенку не стучи, мне помогут лучшие врачи. Приходит время! С юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Тайландра! Приезжаю в Астралию без лишних слов, нам сейчас как раз разговаривает сень. На полгода и без этих докторов, снова будешь весел и здоров. Приходит время! С юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время начинается весна. Садись, так еще раз хлопаем. Приходит время! С юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Тайландра! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы своё призвание не забудем! Смех и радость мы приносим людям! Нам двадцать заманчивые слоты Не заменят никогда свободы! Не заменят никогда свободы! ЛАЛАЛАЛЛА До новых встреч! Спасибо большое! Приходите на наш концерт! Спасибо! Последнее объявление, дорогие друзья Осталось всего 10 книжек Если они останутся, то нам просто будет стыдно и горько За лучших людей среди московских зрителей Которые не купили эти 10 книжек На самом деле книжек там осталось больше Потому что не обо всех знает Михаил Это раз Два Тут у нас тоже было объявление В следующие воскресенье 15-го числа Не завтра, 15-го числа У нас будет концерт чертовой дюжины В Московском еврейском общинном центре Это совершенно бесплатно Как и полагается Желающие могут подойти Я расскажу, как будут прийти в середине Спасибо!